Житель поселка Солнечный обратился в полицию по факту мошенничества. По словам 29-летнего мужчины, 11 июня ему позвонили неизвестные и сообщили о взломе личного кабинета на портале госуслуг. После с ним связался уже якобы сотрудник центра банка. И напугав взятыми на его имя кредитами, посоветовал оформить встречные кредиты в различных банках и перевести деньги на безопасный счет. Он сказал на имя некого Чижевского, пытались взять кредит на 2 миллиона 400 тысяч. То есть если вы возьмете сейчас кредит на эту сумму, то получается будут две заявки и та заявка, которую взяли, аннулируется. А потом вы вернете эти деньги и кредит у вас полностью аннулируется. В итоге кредит мой не аннулировался, а я уже перевел сумму. Но перевел я, конечно, меньше, потому что, благо, что мне выдали меньше. Но перезусловно, не знаю. А вы как, через банкомат переводили? Я переводил через банкомат, через приложение. А когда это было? Какого числа? Это было 13 июня. Ясно. А сотрудники банка у вас не спрашивали вообще? Ну, для чего вам деньги не интересовались? Интересовались. Ну, стандартный вопрос во всех банках. Я сказал, чтобы, ну, как они мне сказали, чтобы я не сказал, чтобы на покупку авто. За неделю общения с неизвестными мужчина оформил кредиты, а также успел продать автомобиль, после чего перевел все деньги на указанный безопасный счет. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 242 тысячи рублей. Не допускайте моих ошибок, проверяйте данные. Лучше это делать, если вам звонит с сайта госуслуг, надо идти в фериал, в АФЦ, да, и там проверять, потому что вот это моя главная ошибка была, то, что я не проверил. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напоминаем, что никаких безопасных либо резервных счетов не существует. Не осуществляйте финансовые операции по указанию телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.